Девушки отдыхают Эти уголовные дела Это для вас Особый случай Это ваша доля Александр Соломонович Ну это Это как-то много На троих же обычно С этим проходимцем Я больше не работаю И вы о нем забудьте Забудьте, я сказал Теперь мы будем вдвоем Так, секунду О, а время-то подходит к концу Так Я сейчас сбегаю в одно интересное место Пока рабочему классу не приспичило Ну да Тихо-тихо-тихо А я с собой взял Такое сало Такой лучок Мать нечистая сила Кажись, мертвяк Значит так Убит администратор Киевской филармонии Александр Соломонович Мудрик Место убийства Мужской туалет Дома культуры Завода Большевик Угу Тень конституции Убийца рассчитывал на скандал? Вы имеете ввиду Политический подтекст? В день важного идеологического праздника? Администратор филармонии Его в любой день можно подстеречь В той же филармонии Или по пути на работу Или домой Ну тут были свои преимущества Праздничный концерт Большое скопление народу Чужая территория Ну и риск выше В туалет мог кто угодно заскочить В любой момент Предположу, что возникла необходимость Расправиться с ним, не откладывая Филармонии это всегда Какие-нибудь Левые концерты И делишки Рабочая версия? Ну там лучше по горячим следам Хорошо, когда следов много А если один? Рассказывайте Что видели? Мы после выступления Зашли в туалет А он там на полу лежит И эта кровяка расползается по полу Ужас Товарищи, товарищи Не расходитесь Я сейчас Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, Клавдия Ивановна Здравствуй, Ивань Что у нас? Убийство Концертный администратор Мудрик Александр Соломонович 1903 года рождения Куда идти? Так В туалет Клавдия Ивановна Мужской А Ну да Клавдия Ивановна Это здесь? Вижу Здравствуйте Ну Что тут у нас? Убили его одним ударом Со спины Прямо в сердце Удар большой силы Профессиональный Длинный острый нож Длинный нож Я такие длинные ножи видел во время войны У пехотинцев Не исключено Смерть мгновенная Тело еще теплое Зрители его нашли сразу Сейчас 4 часа Получается около 3 Дневной концерт Ну а что? День праздничный А кто выступал? Роман Павлов Найди-ка мне этого Павлова И приведи сюда Сейчас сделаю Угу Так Клавдия Ивановна Угу Следов Море Улика одна Вот след Ну что Вероятность того Что след принадлежит убийце Очень высока Полукруглый носок Характерные кружочки на подошве Угу На глаз размер 43-44 Более точно позже скажу Одно можно сказать точно Убийца скорее всего мужчина Потому как туалет мужской Хотя Не исключено Проходите Клавдия Ивановна Вот Павлов Товарищ Павлов Возьмите себя в руки Нам необходимо Чтобы вы опознали Посмотрите внимательно Может быть чем-нибудь поможете Он Он Вот тут Всегда цепочка была Часы Он носил карманные золотые часы Старинные Марки Хамильтон Часовая компания Гамильтон Была основана В конце 19 века В американском штате Пенсильвания Первые часы Разработанные Этой фирмой Положили конец Бесконечным авариям И несчастным случаям На железной дороге Часами этой марки Оснастили рабочие места Машинистов Стрелочников И диспетчеров Разработчики Сделали эти часы Чрезвычайно точными В начале 20 века Карманные часы Гамильтон Стали производиться Для военных Затем часы Стали производиться И для нужд Гражданского населения Во времена Второй мировой войны Часовые заводы Гамильтон Не производили Гражданской продукции Сосредоточившись Исключительно На производстве Механических взрывателей Для бомб И сегодня Гамильтон Оснащает Американские Наземные Авиационные И корабельные Ракеты Взрывателями И высокоточными Часовыми механизмами Для детонации Нужно проверить Может просто Где забыл Нет Это исключено Он с ними Даже не расставался В руки Никому не давал Говорил Семейная реликвия Да Концерт Сегодня был Замечательный Прекрасный Ну Рома С днем рождения Из-за родителей Твоих Рома Они умерли Мама Пять лет назад Отец Три года Значит Светлая память Люди живы Пока о них Помнят Вот Отец мой Уже и Черты Забываются А Часы его Посмотрел Время И Память Подарок Да Оставил Ай Ювелирный Мудрик В Москве Фирма Уехал За границу С мамой И с сестрой Революция Александр Саломонович Да А чего же мы не уехали Действительно Если я тебе скажу Что из-за любви Ты же не поверишь Девушка Так Не лапать Рома За тебя И за родителей С днем рождения Спасибо Друзья Давайте выйдем отсюда Я не могу видеть Саломоновича таким Конечно Пойдемте Ребят Заканчивайте Все здесь Жду от вас Экспертизу Пойдем Часы Неужели Из-за часов Нет Не верю я В такие преступления Ну почему Из-за какой Безделицы Не убивали А тут Золотые часы Преступление Совершил Человек Физически сильный Мог просто Дать по голове И все Угу Но убийца Взял с собой Нож А не дубинку Или кирпич Да я уже понял Что мудрика В живых Оставлять не собирались Поэтому часы Скорее всего Для отвода глаз Или вообще Он их Просто не взял С собой Так Значит Часы Как мотив Вас не устраивает Как единственный Мотив Точно нет Ну что ж Артем Читайте 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 Да товарищи Концерт был Просто замечательный Если б конечно Не этот случай Ну Очень как-то Падал Да что такое Товарищи Ну А что Это же Дом культуры Для рабочих Мы переволновались Ну вот Успокаиваемся Переволновались Сини Ну Товарищи Товарищи Расходимся По домам Ну Хорошо Товарищи Пойдемте День конституции Все таки Самой Демократической В мире Да Совершенно верно Товарищ А вы собственно Кто А это наш Второй администратор Сергей Жданович Мудрика Помощник Можно сказать Он его правая рука Гражданин Жданович А как по вашему Кто мог убить его Так А я Что собственно А вы милиция Расследуйте Вы знаете Если копнуть В его биографию Там целая повесть Даже роман Что вы имеете ввиду А он Срок отбывал На Колыме После войны Сел Говорил по доносу Кто-то написал Что он шпион Десять лет И пять Последующие поражения В правах Вот как Ну вы знаете В пятьдесят пятом Его реабилитировали Чувствуете Горит что-то Вань Проверь Хорошо А в каком году Его посадили В пятьдесят первом Кажется Ага Надо бы покопаться В его богатой биографии Что происходит Кто вы Трюфина Людмила Анатольевна Директор Дома культуры Чего это Вы в доме культуры Костер устроили Что это Отчет о проведении концерта Билет Пятое декабря Восемнадцать тридцать Так что У вас сегодня Еще один концерт Нет То есть да Это не я Что не вы Почему бумаги жгли А это Почему не в кассе Я не понимаю О чем Да все вы понимаете Крутите Мудрика Из-за этого убили Нет Я Я не знала Что Александра Соломоновича А этот Его правая рука Жданович Я тоже ничего не знаю Но они там правда Что-то Ваня Ваня Второй администратор сбежал Клавдия Ивановна Принимайте гражданку А я за Ждановичем Ну вот что я говорил Левые концерты Скрытые доходы Удобная версия Но все равно Придется ответить на вопрос Зачем убивать Нет Мотив конечно Вещь важная Но иногда Сначала доказывают Причастность к преступлению А уж потом Можно и мотив поискать Такой путь Ведет к ошибкам И неразрешимым Загадкам Ли Харви Освальд Убийца Кеннеди Помните Вроде доказали Что он убил Но зачем Ну вы сравнили И потом Джек Руби Убил его на второй день После задержания Так то может быть И понятно было Ну и опять Мотив какой то Непонятный Вы ведь помните Как это объяснил Да он сказал Избавить Миссис Кеннеди От переживаний Сопряженных С рассмотрением Этого дела в суде Когда мотив Непонятен Есть сомнения Что все было Так как было Елена Я конечно понимаю Ваше состояние Но все таки За что могли Убить вашего мужа Я не знаю Мы недавно вместе Всегда такой хороший Никаких врагов Но ведь деньги водились Деньгами распоряжался Саша А я не влезала Может и водились Но богачами мы точно не были Недавно переехали Из коммуналки Елена А откуда у вас Этот сервиз Вы позволите Да Это же Это же Кузнецов Дорогой Саша Говорил От родня осталось Только этот сервиз До часы Карманные А что он рассказывал О своем прошлом Немного Он сам из московской семьи Отец его Был ювелир Саша тоже Владел ремеслом Но Свою фамилию Старался не афишировать Потом посадили А вы лучше Спросите У Серафима Ларионовны Кто это? Его дальняя тетка Как это дальняя? Ну вот так Седьмая вода На киселе Мы Саше ей помогали Старенькая Совсем Срепая Но в своем уме Собственно Он из-за нее В Киеве осел Адрес дадите? Конечно Во время праздничного концерта В рабочем клубе завода Большевик Убит администратор Киевской филармонии Александр Мудрик Его зарезали в мужском туалете Убийца украл Старинные золотые Карманные часы Мудрик организовывал Неучтенные концерты Деньги от которых Не поступали В кассу филармонии Под подозрение Попадает помощник Убитого Сергей Жданович Поговорить с ним Не удалось Жданович сбежал Ну что? Вот гражданка Трюфина говорит Что жгла бумаги Чтобы ее В убийстве не обвинили Он сам концерты Не оформлял Меня в известность Не ставил И тут такое Гражданка Ну кто же может На вас подумать Такой сильный удар Ножом Вы даже физически Не смогли бы нанести Да и потом Дама Входящая в мужской туалет Привлечет внимание Поэтому жгли вы Совсем по другой причине Гражданка Пишите правду Иначе хуже будет Это все Жданович Они там что-то Что-то не поделили Вы что думаете Что если Жданович сбежал Так на него Все молить можно? Да я сама лично Слышала Как он мудрику угрожал Больше Я с тобой не работаю Крису и в бараке Не терпят А на воле зачем? А вы ваши Лагерные штучки Бросьте Александр Соломонович Я вам не мальчик Да пешка ты А возомнил Возомнил В дамке месяч Значит так Больше Тут твоей доли Нет 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 доли Не расплатитесь По стенке размажу Не получишь Ни копейки Когда это было? Три дня назад И? Чем закончилось? Мудрик сделал по своим Во всяком случае Мне он сказал Что Со Ждановичем Он больше не делится Вань Ждановича в розыск Так уже Наши люди дежурят У него на квартире Ну а Ориентировку я Разошлю Значит так Сергей Жданович И Вить скрылся же Скрылся Когда человек скрывается Подозрения усиливаются Гражданин Можно вас? Меня? Вас Придит документ Пожалуйста Документы? Да Сейчас Секунду Что-то мне у рожи знакомо Не дергайся Надо будет в ориентировке Глянуть Чаек Вань Что такое? Ждановича взяли на вокзале К нам везут Это я знаю Отлично Давай так Ты сейчас поедешь К родственнице Убитого мудрика Серафиме Илларионовне А здесь сок Я вам напишу А я проведу допрос Ждановича Ясно Значит чаю Не попьем Потом, Вань, попьем Ты криминалиста мне давай Лучше фесуна Хорошо Давно не виделись Гражданин Жданович Сергей Витальевич Ну как для невиновного Вы слишком резво бегаете Будем разговаривать Трюфина уже Чистосердечное написала И указала на вас Как на очень сильно подозреваемого Это почему это? Потому что деньги не поделили Угрожали вы ему Фесуна мне, фесуна Да я иду уже Иду Деньги эти проклятые Приучил меня К ним А я хотел кооператив Квартиру И мудрик значит Просто так На пустом месте? Ну Не совсем Тянул я Больше положенного Вот как Убивать Убивать-то мне Зачем Ну Поскублись И помирились Мы потом Все равно Уверены? Да нужен был я ему Он бы и деньги мне Все равно вернул С чего бы это? Потому что Договаривался Со всеми я А он там умничал По поводу Золота, бриллиантов Помогал артистам Найти Красивые вещички Где вы были В момент убийства? Не было у меня В Доме культуры Да хватит Жданович Вас видели В холле Через 10 минут После того Как был найден труп Я был У черного входа Да ну Подожди Ну что ты Что-то случилось? Да убили кого-то В туалете А после этого Я сразу вошел В здание И был у всех Всегда На виду Имя барышни Зинаида Фамилия Утепова Гример Прошу Поделикатней Там Замужем она Обувь покажите Ногу Поднимите Размер ноги Сорок первый Сами посмотрите В камеру его Как в камеру? Разберемся Кстати по обуви След этот От военного ботинка Офицерскому составу Производился И выдавался С 63-го года Характерный признак Полусфера на подошве Военный ботинок? Угу Но кажется Никого из людей В форме там не видели Но это еще Ничего не значит Тянут у нас Особенно С военных складов Угу Вы пожалуйста Ей Ничего не говорите Хорошо? Хорошо Серафима Ларионовна Тут к вам товарищ Хочет пару вопросов Задать А я пока на кухню Схожу Чайок сделаю Значит убили Сашеньку А вы откуда знаете? Я слепая Но не глухая Александр Мудрик Вам часто заходил? Он для меня был Самым родным человеком Помогал много Продукты Деньги Прогулки Вот и Катя Доплачиваю Чтобы за мной Смотрела Вы родственники Верно? Да Нет Жили много лет Рядом в Москве В соседних подъездах Потом Сашу Арестовали Причину знали? Шпионаж Ну какой Саша Шпион За золото Что тебе, гражданка? Не велено пускать Я из соседнего подъезда К родственнику Я же говорил Отдашь Гнида Пошел Саша Сашенька Сашенька Куда вы его? Да не ри Ты дура старая Сашенька Куда вы его? Тогда я видела Сашеньку В последний раз Потом мы с мужем Переехали в Киев Муж умер Я ослепла А что конфисковали у Александра? У Саши немало осталось От отца Тако ценные изделия Настоящие шедевры И сам он кое-что собрал Было Было что конфисковать А как же сохранились Сервис? Часы? Был у него друг Артур Шипецко Из часа школы Так Саша Недавно его Воспоминал А что именно вспоминал? А Там в Серванте Альбом Дайте-ка Сюда Саша жалел, что дружба оборвалась Этот Артур отбил у него жену Ксению Потому и не общались Ого! Любовный треугольник? Почти 20 лет прошло Альбом Правда Сашка Сашка Любил очень Ксению Вот альбом Вот тут на фото Вот тут Ксения И Артур Ребенок Сын? Не Сашин Саша взял ее С ребенком Мальчику полгода было Кто отец Я не знаю Саша избегал этих разговоров Правда Артур Гриша усыновил И еще у них девочка родилась Так адресок дадите? А А там на обороте написано А вот и чаечек Извините, что так долго На кухне очередь К коммуналкой все-таки Так, берите бараночки Угощайтесь Спасибо А у Саши Кроме Вас И молодой жены Родственники еще были? Никого Никого Из близких Не осталось Серафима Илларионовна А Вы помните Саша Недавно приходил И жестяную коробку Принес Катя Ты что-то путаешь Он ее забрал Это были мои письма К мужу Нет Нет Вот здесь она В комоде Ну Катя Ты путаешь Да вот же Вот же она Можно посмотреть? Ладно Смотрите Чего уж там? Ничего себе А Откуда У Александра Присковое золото? Я сказала Не знаю Принес и все Дура Саша Порядочный человек Может он решил На черный день Да тут На черное Десятилетие Хватит А где он срок Отбывал? В береговом Лагерь так Назывался На клэме Берлак Замерз как цуцик А у вас тут Чего пленка Размеры обуви Ждановича Не соответствуют Размеру найденному На месте преступления Да И потом проверили Мы Нет у него Обуви с такой подошвой Да и алиби Его подтвердилось В тот вечер Он был с женщиной Да Вань Попросила проверить Чисткового А я вот Покопался в одежде Убитого И кое-что нашел Что? Капли крови Которые не принадлежат Убитому В левом кармане Жилетки Интересная история Четвертая группа Очень редкая Ну редкая Ну бывает же Ну бывает Только у Мудрика тоже Четвертая группа Убийца И убитый Одной группы А как ты определил Что это кровь Не убитого? А вот У Мудрика Резус положительный А в кармане Отрицательный А что это нам дает? Левый карман Жилетки Погоди Он ведь там кажется Часы носил Ну да Вот это уже кое-что И у меня Есть кое-что Вот Американские бисквиты Редкая коробочка Еще с войны Помощь союзников А вы откроете Ух ты Самородки Ничего себе Ну глянька Значит так После окончания Получается Они не убивали Согласна Не может ничего не знать Поэтому Никаких друзей Знакомых Одного мужчину Видела Если б тогда Часы мне оставил Не обратился бы Артур Ты иди 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 Завтра вечером придешь Давай Давай Иди Иди Здравствуй Любимая Привет Сушенька Это кто? Один мой знакомый Мы с ним О концерте Разговаривали Я слышала Он часа говорил А Ну это он просил Выделить часы Для репетиции Ну что Солнце Переезжаем А давай завтра Прямо с утра Мне показалось Он не хотел Меня с ним знакомить А на следующий день Мы переехали Из коммуналки В эту квартиру Артур говорите Да Я точно запомнила Достаточно редкое имя А писать сможете? Да Только завтра Уже похоронен Конечно Как медведи? Извините Уснул Медведи? А Смешно Бокс показывали Так Что у тебя? Клавдия Ивановна Вот составили портрет Со слов жены Вдовы Мудрика А вот эту фотографию Я взял у бабки Один и тот же человек Артур Шипетько Только на фотографии Он помоложе А как же так? Этот в Киеве А тот в Москве Где пересечения? В Москву нужно ехать Адрес знаешь? А он никуда не переехал Так и живет на Мельнике Как на фотографии написано Хорошо Езжай в Москву И держи меня в курсе Понял Во время праздничного концерта В рабочем клубе завода «Большевик» Убит администратор Киевской филармонии Александр Мудрик Его зарезали в мужском туалете Около тела Остался кровавый след От обуви У жертвы Исчезли Старинные золотые Карманные часы Выяснилось Что за пять месяцев До смерти К Мудрику Из Москвы Приезжал его старинный друг Артур Шипетько Вдова слышала Они разговаривали О часах мужа Сыщики решили поговорить С Шипетько Извините, что так рано Я только с поезда И сразу к вам Мне нужно поговорить с вами Об Александре Мудрике Ну а почему с нами? Мы с Мудриком давно Еще с тех пор Вы же были его женой Ну да Но мы разошлись в 46-м Когда он сел? Его арестовали В Пейсад первом Здравствуйте Здравствуйте Вы кто? Здравствуйте Капитан милиции Матюха Иван Григорьевич Из Киева Вот как Ма А где моя полотенце? Пойдем Я там Вы пожалуйста Присаживайтесь Не знал Что у нас в гости Спасибо Я хочу Поговорить с вами Об Александре Мудрике Так вот оно что Значит С возрастом Не угомонился Сволочь Его убили Да Значит судьба Такая Нарывался Когда вы в последний раз Видели Мудрика? Лет 10 назад А может и больше Неправда Вы были у него Менее полугода назад Врать бесполезно Вы думаете Это я его убил На инвалидном кресле И с парализованной правой Сынок Капли быстро Папе плохо Ма Я наверное его увезу Ему нельзя нервничать Да Артур Много помогал Саше Я ушла от Мудрика И он не мог этого Простить Ни мне Ни Артуру Но Они давние друзья Оставались Отношения А недавно Из-за него погибла Наша дочь Объясните Наташа Связалась С дурной компанией Они залезли в квартиру Нужны были деньги Деньги для чего? Компенсировать хозяевам Мудрик мог их дать И муж поехал К нему в Киев А ты что здесь делаешь? Не рад Что Не заслужил У тебя даже благодарность А ты что За благодарностью пришел? За помощью Артур Пришел Как договорились А тут съехал С квартиры То есть Знал что так будет Но ничего не сказал Думаю Его можно было найти А наша Наташа Ее нашли Еще до суда У мертвых в камере У Артура инсульт Правая сторона Отнялась Я была при смерти Третья группа Отрицательный резус Еле кровь нашли Для переливания А почему ваш муж решил Что Мудрик Обязан ему помочь? Вы Такую фамилию Гоглидзе Слыхали? Сергей Арсеньевич Гоглидзе Входил в ближайшее окружение Лаврентия Берии Среди прочего Он курировал Депортацию Так называемых Антисоветских элементов Многие знали Что товарищ Гоглидзе Неравнодушен К антиквариату И драгоценностям Частенько он Присваивал себе Предметы старины Сосланных Или арестованных Им людей В 1951 году Гоглидзе Получил назначение В Москву За два года Он накопил Столько ценностей И предметов Искусства Что его квартира Больше напоминала Музей Саша чувствовал Что с ним Что-то может произойти Он попросил Артура Чтобы тот Присмотрел За некоторыми Вещицами Взял их На хранение Как ты себя чувствуешь Как сердечко Понимаете Чем Артур Рисковал А Мудрик Когда вышел Он все получил Назад И что Никак не отблагодарил Ну что вы Мудрик считал Что Артур Виноват перед ним За то что Нам не женился Неужели Это все ему От отца досталось Конечно нет Он во время войны Продукты На драгоценности Выменивал А продукты Где брал Броня у него была И должность Завхоза На армейском Продскладе Иди сюда Иди сюда Ты посмотри Ты только посмотри Что я выменял Сегодня На тушенку А Как Царская Мария Федоровна Представляешь Шурик На чужом горе Так Только я тебя умоляю Давай без лекций Пойдем Он отменно разбирался В камнях И И украшениях Знал Как золото травить Простите Это Те же часы Что Вы просили у Мудрика Они самые Он их мне прислал Давно Пришли два дня назад По почте Да и какая разница Моего Отношения Этот подарок К нему Не поменял Я дочь Не спас Отправитель Был написан? Это Ма Я ушел Буду поздно Хорошо Сынок В Суворовском Училище работает Воспитателем Как фронтовика Взяли Бандероль Отправитель Отправитель Мудрик Квитанцию Я выбросила По показаниям Семьи Шипитька Часы Им отправил Сам Мудрик Ну Александр Соломонович Находился В таком возрасте Что пора думать О душе Может быть Сове заговорила Вот так Внезапно Ну хорошо Если ему Часы так дороги Почему Он не отправил Деньги Тут есть нюансы Большие переводы Контролировались Откуда Такая сумма За какие Такие Услуги Мудрик Светиться Не хотел Какие то Странные Совпадения Когда не можешь Найти логику Не стоит Все объяснять Совпадениями Кто это сказал Я Да Степан Матвеевич Крутогорп Это ко мне Проводите Ну что Нашли человека Который сидел С Мудриком А я на почте был Но информации Пока никакой нет Работница уехала В отпуск В Ужгород Вызвали уже Но едет Ну это будет Только послезавтра Что предполагаешь Да вот Никто не подтверждает Что в тот день У Мудрика Часы были Даже жена Не помнит Вполне возможно Совесть замучила Друга Обманул Вот и отправил Ему часы Здравствуйте Проходите Вы не волнуйтесь А я и не волнуюсь Времена уже не те Вот даже и справку О реабилитации захватил Она не понадобится Мы хотели узнать У вас об Александре Мудрике Помните такого? Мудрик Помню Мудрика Ювелир Кличка О золоте Все знал И что? Говорили Начальник лагеря Ему целую Лабораторию Устроил Я сам не видел Врать не стану Он выбраковщиком работал И пайку хорошую имел А я Время от времени Мебель Начальнику чинил Столер я Ты что себе позволяешь? Так Я ж вроде бы Это вроде А ну наведи марафет Ты что? В общую пайку захотел? Или поработать на свежем воздухе? Фамилия? ЗК Мудрик Статья Статья 58-6 Че стал? Чись давай Как собираешься искупать вину? Не слышу ответа Честным трудом На благо социалистической родины Вот так Жить завтра Это заслужить надо И иметь чувство благодарности А за что ж так? Не знаю Нас политических Не сильно жаловали А у этого зека Скорее всего с хозяином Общие дела были Какие например? Я правда не знаю Поэтому и врать не стану А что дальше? А дальше А дальше Товарищ Сталин умер Гражданин Буртковский Вы арестованы? Предатели! Предатели! Придет время! Всех по стенке поставят! Говорили Ему 10 лет По уголовному делу дали Лишили всех званий и наград Потом дело пересмотрели Реабилитировали Я вскоре В Киев вернулся После этого Мудрика не видел Ну и не корешевали мы с ним Ясно Как зовут начальника лагеря? Прутковский Петр Феликсович Здравствуйте Роман? Фух Слушайте Вы меня напугали Чего вы от меня хотите? Из-за вашего расследования Я лишился концертов Разбирайтесь Людей таскайте Администратора В СИЗО посадили Это не я занимался хищениями социалистической собственности И организовал неучченные концерты Ладно Я хочу, чтобы вы взглянули на одного человека Знаете его? Да Да Я его видел Ну или похож на него Он к Мудрику приходил Два или три месяца тому назад Только более осунувшийся был Ну если ты мне будешь ботинки четыре года чистить То я подумаю Ах ты рожа Да я бы вас предать, Алис, сразу в расход А может мне сейчас позвонить И сообщить о том, что ты ведешь антипартийную пропаганду В советском учреждении И о чем это они? Да я и не понял И не вспомнил бы, если бы вы мне фотографии не показали Порудковский Петр Феликсович Капитан милиции Матюха Вы знаете такого Мудрика Александра Соломоновича? Разве всех упомнишь? За 10 лет работы начальником Есть свидетели Которые утверждают, что вы приезжали в Киев к Мудрику Пару месяцев назад Ложь Я никакого музыка не помню И лаборатории не было И о приисковом золоте вы ничего не знаете Не больше, чем все остальные Где вы были 5 декабря? Днем 5-го у меня была дневная смена С 8 утра до 8 вечера Это был праздничный день Выходной На торфяном заводе Выходных нет, смены Здрасте Ну что в коростыне? Да Только зря время потратил Прутковский этого не делал В день убийства Мудрика Он находился на смене А я-то надеялась Вдруг ему кто-то по старой дружбе Ботинки военные подарил Что ж получается Ботинки военные у нас есть А военных больше нет Как я забыл Есть Есть у нас военный Я ушел Буду поздно Хорошо, сынок Он работает в Суворовском училище Воспитатель Как фронтовика взяли Он работает воспитателем В Суворовском училище Военный Так, Ваню Давай-ка беги на почту Я думаю, что должна была уже приехать Приемщица бандеролей Раиса, может помните Часы отправляли? Карманные Помню Мужчина отправлял Этот мужчина? Нет Этот пожилой А тот молодой был Раиса А посмотрите на этих людей Среди них Есть отправитель? Он вроде Но постарше Мужчина, не занимайте У нас короткий день До 17.30 Александр Соломонович Это вы? Я Кто оплачивает? Я Короткий день был Потому что день Конституции Значит, это было 5 декабря К этому времени Мудрик был уже мертв Что? Нет, ничего Григорий Шипичка Так, а вот и бумага Из московского Суворовского училища На работе взял отпуск Видите? И дома не появлялся А вы медкарту посмотрите? Да, вижу Кровь по Резусу и группе Совпала с той, которую Нашли в часовом кармане Жилетки И размер ноги Совпал Вот так И протокол задержания есть Транспортная милиция Поезд Москва-Одесса Сто процентное совпадение Это его следы Мы нашли в туалете На полу Ну что, Григорий Артурыч Будем говорить? За что его убил? Заслужил Он воспитывал вас Я его об этом не просил У вас очень редкая Четвертая группа крови Резус отрицательный А у матери Третья Понимаете, о чем я? Не очень Велика вероятность Того, что Убитый был Вашим отцом Это бы не может быть Мама говорила, что Матери было, что скрывать Я ни о чем не жалею Кому-то же нужно было Его отблагодарить Тихо, 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 сынок. Одного не могу понять. Чего ж ты так долго ждал? Сестра же умерла почти полгода назад. Адрес не знал. А тут один добрый человек подсказал. Мудрый ки ему жизнь отравил. Этот подсказал. Какая разница? Я сам все сделал и сам буду за это отвечать. Приговор знаете? Десять лет лишения свободы. Все под откос. Работа, жизнь. Артур Шипетька в скорости умер. И что? Месть этого стоила? Кто может ответить на такой вопрос? Я думаю, что нет. А Прудковского привлекли? По этому делу нет. Хотя Кажан была уверена, что это он надоумил Григория. Но Прудковский через четыре года попался с золотыми самородками. Он смог восстановить старые связи, но уже не был ничем защищен, поэтому накрыли его быстро. В конце шестидесятых было громкое золотое дело о хищениях на приисках. Но в этом золотом деле ничего интересного. Жажда богатства, а случай заурядный. Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Здесь подождите. Так мерзнуть неохота. Минут пять и на сеной поедем. Да возил я таких тоже. Все из себя, а потом убегают и не платят. На, людям доверять нужно. О, так-то теплее ждать будет. Барышня! Барышня! Вы на часы поглядывайте. Алло, гараж! Мужик! Мужик! Е-мое! Трупак! Лишила стерва-бесов. Замочила мужика. Надо было сразу ехать. КОНЕЦ Золотые ирисы. Необычно. Артем, что вы думаете? Я думаю, что преступник не планировал убийства. Перевая ручка не самое надежное оружие. Думаю, там случился конфликт. Таксист утверждает, что ждал женщину три минуты. Вы что же считаете, что трех минут достаточно для конфликта с подобным исходом? Видишь цветочки? Угу. Подошва приметная. Женщина огородами ушла, но дальше след теряется, там дорога. Кто это там? Что там? Домолец какой-то. Зевака. Ушел сорванец. Ах ты ж. Крик слышали? Крика не было. Женщину описать сможете? Ну, нет. У нее тут на лице шторка болталась. Валь. Ну, наверное, дама нарядная, штиблеты модные, на каблуке такие, вся из себя и духами. Женщина, 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 туда нельзя. Тут дочка моя живет с мужем. С мужем? Мужчина лет сорока. Да. Пройдемте в дом. Извините. Легавые приехали. Весь двор в них. Что делать, а? Я боюсь. Дорогая вещь. Следи за ними внимательно. Придешь, доложишь. Стой. Проходите. Варь. Смотрите внимательно. Узнаете? Зять мой. Владимир Багряный. Багряный? Что-то знакомое. Да о нем недавно в газете писали. Володя с войны вернулся, вся грудь в орденах. Герои. Нет, нет, нет. Откуда это еще? А, вспомнила. У меня знакомый в АБХС работает. О нем я рассказывал. Так Володя в АБХС работает. Ой, работал. Оперативный сотрудник он. А что случилось? Ему перо вставили в сонную артерию. Перо? В смысле перо? Вот, смотрите, серебряная ручка с золотыми ирисами. Видели раньше такое? Нет. Вы не плачете. Лучше скажите, если это ваш зять, то где ваша дочь Лариса? Катя, Лариса, это прежняя жена. Ну, свидетельствия о браке. Никаких отметок нет? Они познакомились в 43-м. Дошли до Берлина. Вместе уже пять лет. Сынишке два годика. Понятно. А что тут понимать? ППЖ. В первые послевоенные годы к женщинам-фронтовичкам относились неоднозначно. В обиходе их делили на настоящих и ППЖ – походно-полевых жен. Медсестры, переводчицы, стенографистки. За отношения с командным составом они получали привилегии, улучшенные пайки и даже награды. Самый известный военно-полевой роман случился у маршала Жукова. Причем отношения с Лидией Захаровой продолжились и после войны. Когда Жуков был назначен командующим Одесским военным округом, Лидия Владимировна последовала за ним. Их совместный дом она покидала лишь в те дни, когда к маршалу приезжала его действующая, законная супруга. Там на ручке отпечатки есть. Так что как-никак, а будет полегче. Ага. Кому как? Кто это? Гражданка! Гражданка! Выйдите отсюда! Куда? Я живу здесь. Я жена его. Неофициальная. Володя просто не успел развестись. Не хотел ехать с ней. Стой, видеться. Катерина, откуда у вас синяки? Не ваше дело. Наше, наше. Что, муж бил вас? Да что вы! Муж мне и слова кривого не сказал. А вот у него тоже синяки на ребрах. Им дней пять-шесть. Он сцепился в трамвае с каким-то хомлом. Катерина, вот в газетах вашего супруга мы нашли записку. Успокойся, а то успокою. Впервые вижу. Муж ничего не говорил. Оружие в доме имеется? Да я не знаю. Катерина. Катерина? И ушла. А кто должен был прийти? В смысле? Перед смертью сюда приезжала женщина. На такси. Слушайте, как про мужа в газете написали, так тут вообще проходной двор был. Он ведь в Киеве долго жил. Одноклассники, друзья детства, всех несло. А связи на стороне у вашего мужа были? Что? А знаете, я фамилию вашу запишу и жалобу подам. Запишите, запишите. Моя фамилия Кожан. Клавдия Ивановна. Записали? Записала. А теперь вы идите. Пожалуйста. Пожалуйста. Разузнай, была ли сегодня на работе. И вообще за ней проследить нужно. Хорошо. А что она взяла? Записку с адреском. Я запомнила адрес. Мечникова, 27, квартира 18. Узнаем, что там. А ну кыш отсюда! Пошел вон! Гляну что происходит? Стоять! Ты чего тут ошиваешься? Пусть мать за ним приходит! Тебе не отдам! Малец? Да сосед. Вижу его часто. Вот бинокль потерял. Оптика трофейная. Стекла цейсовские, семикратное увеличение. Походный бинокль вермахта. А зачем он наблюдал? Подзнакомьтесь. Екатерина Мельникова. С ней жил убитый. Работал медсестрой в больнице. А вот это показания дежурного врача. Алия, бессомнительная. Во время убийства дежурный врач спал в свободной палате. Да. А вот чем все это время занималась Мельникова? Вопрос. Ну, а вы что думаете? Медсестра надушилась, нарядилась, нацепила вуаль и зачем-то убила своего сожителя? А что, не так? Да. Как понимаете, алиби хлипкое. Где сейчас нахожусь? Да здесь, возле Подола. За городом. Автобус жду. Наблюдение продолжаю. А вы? В редакцию? А что там? Ну, ладно. Потом. Все, автобус переехал. Мне пора. Мила. Мила. Щелкнешь? Не мешай. Ты чего сюда приперся? Так выходной же сегодня. Думал. Индюк тоже думал. Не до тебя. Видишь, номер сдаем. Редакция работает. Добрый день. Извините, я... Слушаю. Уголовный розыск. Мила Химич. Фотокор. Очень приятно. Я разыскиваю редактора рубрики. Гвардейцы подают пример. А, ну, это вам Клюся. Благодарю. Добрый день. Один из героев вашей рубрики погиб. Я поняла. И? Владимир Багряный. Его супруга сказала, что многие разыскивали его через редакцию после публикации заметки. Ну? Людмила, меня интересует, кому вы давали его адрес. Добрый день. Чего надо? Вы к кому? Кларисе. Нет такой. Она у вас в гостях. Ну, проходи. Чего надо? Вы к кому? Кларисе. Какой? Да к той же. Что за девка такая популярная? Где она? Лариса? Да нет, та, которая зашла. Третья дверь. Катерина, опустите. Опустите пистолет. Нет. Катерина. Это она. Она его убила. Гадюка. За то, что меня выбрал. Я не убивала. Катерина. Опустите пистолет. У вас маленький ребенок. Но с кем он останется, если вас посадят? В собственном доме найден мертвым герой войны сотрудник ОБХСС Владимир Багряный. Его убили, пробив сонную артерию серебряной перьевой ручкой. На ней остались отпечатки пальцев. Водитель такси сообщил, он подвез женщину к дому Багряного. Она вышла, попросила подождать. Когда таксист в поисках своей пассажирки вошел в дом, Владимир был уже мертв, а женщина исчезла. Выяснилось, после войны Багряный бросил свою жену и ушел к любовнице, медсестре Екатерине Мельниковой. Катя уверена, убийство Владимира делала рук брошенной жены. Она схватила меня. Я эти Кать. Но бинокль остался у нее. А можно это делать ночью? Или мы еще объявление на Евбазе повесим? Я есть хочу. Присаживайтесь. Вот это Лариса Багряная. Официальная жена убитого. Как оказалось, уже несколько дней в городе. Приехала с Ленинграда. Остановилась у друзей. Катерина, если вы подозревали Ларису, то почему нам сразу об этом не сказали? Решила сама наказать. За то, что Володя убила. Что ты несешь? Откуда такие фантазии? Да? А где ты была вчера ночью, а? Я в коммуналке ходила. Тебя там не было. Так, варышни, варышни, тише. Лариса, в субботу вечером приблизительно в 10 часов был убит ваш супруг. Где вы находились в это время? В больнице. Ее ждала. Погодите. Вы ждали Катерину в больнице, а она ждала вас в коммуналке? Ну да, с 10 до 11. Дежурный разрешил в вестибюле остаться. Вы у него спросите. Мы спросим. А чего вы хотели? Разобраться! Ох уж и барышни. До войны у меня был муж. У детей отец. Война прошла, мужа забрала. Лучше уж убили. Невероятно, но факт. Женщины действительно разминулись. Алиби есть и у официальной жены Багрянова, и у гражданской. Все проверили. От отпечатков на орудие? Не принадлежат женщинам Владимира Багрянова. Значит, таинственная женщина под Валью все еще не найдена. Не найдена. Решили искать по обуви. Это как? Ее ботиночки оставили в доме кровавый след. Вы посмотрите, там есть снимок. Этот? Да? Да, интересная подошва. Да, да, да. Особенно для сороковых. Ручная работа. Не фабричные. И это давало шанс обратиться к киевским кустарям и найти модницу. У меня мимо. И у меня. Никто такой подошвы не видал. Ничего, найдем. Там за углом в переулке мастер есть. Мастер, фамилия... Малец. Нет, нет, не Малец. Говорю Малец. Который с биноклем возле двора Багрянова терся. На-ка, подержи. Попался? Дядя, дядя, не надо. Ну, рассказывай. Что? Что возле Каты Багрянова делал? Ну? Ладно, ладно, расскажу. Отпустите только, меня мамка ждет. Ну, говори. Меня инвалид на коляске попросил последить. Две недели назад. За это подкармливал. А вы-то в субботу вечером видел? Никого. Так, Малец. Да клянусь. Мне в этот день инвалид хавчик давал. Я вернулся, там вы все кричат, убили. Что за инвалид? Ладно. Пошли, покажу. Пошли. Стой! Стой! Кому сказал? Да беги, беги, я заберу. Ты что? Здесь сквозной подъезд. Ты давай наверх, а я туда. Товарищи, а что здесь происходит? Гражданочка, проходим. Проходим. Ну что? Вот же ж. Третий раз мальца выпускаем. Тьфу, ты какой шустрый. Пошли. Пошли. Здравствуйте. Капитан Кожан. Добрый день. По поводу Багрянова? Да. Земля пухом. В его доме мы нашли записку с угрозами. За ним кто-то следил? Ну, работа у нас такая. Помогать стране бороться с расхитителями. Мы постоянно на передовой, так сказать. Дела, которыми занимался Багряный. Что можете о них сказать? Да что говорить. Вот, все в его столе. Пожалуйста. Ну, так кто угрожал ему? Понятия не имею. Имел железную хватку. Никогда ни на что не жаловался. Все-таки фронтовик был. Даже когда его избили. Избили? Кто избил? Не знаю. Хоть на моих глазах-то происходило. А он мне и говорит. Давай, я тебе ящик икры. А ты притормози. Ну, дает. Слово. А я ему и говорю. Ты кому взятку предлагаешь? Контра. Эй! А извиниться? Извини! Извини! Ты что творишь? Извини! Привет от артельщиков. Володя, как ты? Вставай. Артельщиков? Ну, да. Володя в основном ими занимался. Им положено на отходах работать. А по сути, эти склады забиты тканью, мехом. Понятное дело, краденым. Ну, это понятно. А вот здесь последняя запись обведена красными чернилами. Роза Люксембург и Алька Мотористка. Тридцать четыре штуки. Это что значит? Ну, штуки рулон ткани на жаргоне. А по поводу другого, не знаю. Володя этим занимался. Угу. Роза Люксембург. Ага. Хотите разгадать запись? Ну, да. След интереснее и мотив есть. Устранить въедливого сотрудника БХСС. Ну, что это за Роза? В те годы именем Розы Люксембург называли и улицы, и клубы, и фабрики. И как понять? Ну, хорошо. Я вам помогу. Речь действительно идет о фабрике, о швейной. Багряный обнаружил там разные махинации. У вас в деле есть отчет Багряного. Так. Ревизия выявила большое количество списанной ткани. Теперь по имени Алька. Так. Алифтина Викторовна Толочка. За вскладом. На этой самой фабрике имени Розы Люксембург. Это все. Подожди, сказали три будет. Да тише ты, не ори. Вали отсюда. Э, Алька, я без третьего не поеду. Где третий? Прокурор добавит. Алифтина Викторовна, как вы там? Клавдия Ивановна, не беспокойтесь. Мы составили ей компанию. Вот и отлично. Давай всех сюда. Стоять, понял? Нет, твоей милки. А где она? А я знаю. Тонь, передашь? Что это? Домашняя колбаса, кровянка, творог и сало. Э, э, а ты тут что ошибаешься? А ну, брысь отсюда. Брысь. Вали, тебе сказали. И скажи, пускай жрет нормально. А то светится. Ну что, Алифтина, у вас дома были найдены семь рулонов фабричной ткани. Четыреста пятьдесят погонных метров. И вот из-за этих вот тряпок вы убили человека? Какого человека я никого не убивала? Чем вы занимались в субботу поздно вечером? Не помню. Вань. А мы сейчас узнаем. В субботу вечером был убит оперативник ОБХСС. С вуалью на глазах и с ароматом духов. Проходите. Здравствуйте. Посмотрите внимательно. Вот эту женщину вы подвозили в субботу вечером. Пахнет точно как та. А ну, скажи что-то. Да пошел ты вон. Точно она. А за что ж ты мужика так, а? Все, спасибо. За что? Аня. Спасибо. Пошли. Выходим. Ну что? Вспомнили? Вспомнила. Да только когда я пришла, он уже мертвый был. Мертвый? Правда, значит? Да я вам клянусь. Ну что вы, что вы. Зачем же клясться? На орудии убийства сохранились отпечатки пальцев. Мы сейчас сравним с вашими и не нужно никаких клятв. Так что, Алифтина, будем сознаваться? Хорошо. Вань, давай сюда криминалиста. Откатаем пальчики. Сейчас. Так, вот это дактилокарта Алифтины Толочка. А? А это отпечатки пальцев убийцы. И? Ну, похоже, завскладом говорила правду. Не она убийца. Но как? Нет, она призналась, что приехала дать взятку. Но как тело увидела, так рванула через огороды. И что у Алифтины никто не видел ручку с золотыми ирисами? Нет. Нет. Вот у этой ручки вообще очень интересная история. Оперативники выяснили, что за неделю до убийства эта ручка была украдена из дома видного академика. Так, а что еще было украдено из дома академика? Из дома академика. Вот список украденных вещей. Тут и портигар золотой, и вот серьги с бриллиантами. А что? Нет, ну просто если что-то из этих вещей всплывет, скажем, в ломбарде, тогда выйти на убийцу шансы увеличиваются. Ну, киевские сыщики так и поступили. Обошли скупщиков, ломбарды, предупредили, но сами знаете. Да, да. Процесс может затянуться. Вот-вот. Пойдем. А меня-то куда? Мы хищениями не занимаемся. Подождите, а если я вам помогу? Вы замолвите за меня словечком своим коллегам. Это смотря что вы нам расскажете. Непман. Слыхали о таком? Кличка что ли? Зовут как? Сема Коротич. Он председатель артели Красная Швея. У него там все модницы обшиваются. Это я ему с нашего склада ткань отгружала. Ну, и что же этот Коротич? Ну, он уже две недели следил за домом Багрянова. Я думаю, убить мог. Думаете? Да я уверена. Я подслушала их разговор. Акт я составил. Ткань ворованная с фабрики. Все образцы сошлись. Так что, гражданин Коротич, готовьтесь. Володя, Володя, мы же не первый день знакомы. Вот именно. Я понял, Володя. Ты это, ты забудь про Изабеллу. Забудь. Почти 20 лет прошло. Забудь. Модный дом в прошлом остался. Это для тебя в прошлом. А для меня на всю жизнь. Кхе-кхе. И что это было? И что все это значит, Изабелла? Во времена НЭПа на Бессарабке стоял модный дом. Изабелла. И чем он известен? А известен он тем, что там самые богатые киевлянки платье себе заказывали. Так вот, семья... НЭПманы? Да, да, да. Их тогда всех расстреляли при налете. Весь город тогда гудел. Очень громкое дело было. Да, но при чем тут Багряный и этот, как его... Коротич. Да, Коротич. Вот это надо бы разобраться. Води, Ваня. Поднимайтесь. Вы же договоритесь, замолвите словечных своих коллегов. Пойдемте, пойдемте. Ой, наразберемся, гражданочка. А я, знаете, у меня есть хорошая ткань. Хороший костюмчик может получиться. У вас такие плечи красивые, мы, знаете, мы можем просто, чтобы костюмчик сел... Признаться, давно во мне никто не вспоминал. А зря. Потому что многим бы у вас поучиться. Ой, Клава, это вы меня умаслить хотите. Кому сейчас нужны старые следователи? Ну, 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 ну. Ну, говори. Вы расследовали налет на модный дом Изабелла в 26-м. Да. Жуткое дело. Три трупа. Продолжай, продолжай. И рассказывай. Судя по следам, грабителей было двое. Сейф. Открыли родным ключом. Хозяин. Появился неожиданно. И выстрелил первым. Но попал в вазу. Грабители стреляли в ответ. Из Маузера. Стрелок отменный. Все пули в цель. Сын убитых. Говорит, забрали все. Облигации, золото, деньги. Значит, наводчик знал, и где ключ, и где сейф. То есть, кто-то из ближнего круга. Мы с самого начала подозревали приемную дочь. Девчонку с улицы взяли. Ну, неблагодарная оказалась. А где она сейчас? Не знаю. Не нашли. Она исчезла в день налета. Ой, ой. Что с вами? Да не, не, не. Все нормально. Старая Клава для таких-то воспоминаний. Это имена погибших при налете. Хозяйка заведения Софья Александровна Ткачук и ее муж Натан Григорьевич Ткачук. И еще одна жертва их клиентка. А пропала их приемная дочь. Людмила Натановна. Ну, вы же не случайно делаете логическое ударение на отчество. Вы о чем? О том, что отчество убитого 20 годами позже Натанович. Владимир Натанович Багряный. Угу. Подождите, Багряный, это что, не настоящая фамилия, верно? Да, дань времени. Желание показать приверженность революции. Революционеры активно пользовались придуманными фамилиями. Сначала для конспиративности, а после 1917 года, скорее, как дань партийной моде. По некоторым данным, Иосиф Джугашвили взял псевдоним Сталин от фамилии журналиста Сталинского. Это автор перевода поэмы «Витязь в тигровой шкуре». Лев Бронштейн впервые использовал фамилию Троцкий в фальшивом паспорте. Это имя носил надзиратель одесской тюрьмы, в которой революционер отбывал наказание. Множество вымышленных фамилий было у Надежды Крупской. В разное время она была Саблиной, Онегиной, Рыбой, Фрей, Галилей. Владимир Ткачук стал багряным в 1927 году. Причем официально. Это что получается? Сын Непманов был пламенным революционером? А что его связывало с мутноватым артельщиком Коротичем? Малец? Дядя Коротыч! Дядя Коротыч! Беги! Беги! Теперь понятно, кто его просил шпионить обыгряным. Убегай, дядя Коротыч! Убегай! Куда мне бежать? Уголовный розыск. Это не я их привел, клянусь! Не боись, малой, я знаю. Ну, и о чем мы будем говорить? Фамилия Багряный. О чем-то говорит? Багряный, Багряный. Да, здесь был такой из ОБХСС. А какие вопросы? Владимир Багряный убит. Это неприятно. В прошлую субботу вечером где были? Где? Я здесь постоянно. И все же придется проветриться. До угро. В собственном доме найден мертвым герой войны сотрудник ОБХСС Владимир Багряный. Его убили, пробив сонную артерию с серебряной перьевой ручкой. На ней остались отпечатки пальцев. Выяснилось, ручку, орудие преступления, недавно украли из дома известного в городе ученого. Следствие выходит на артельщика Семена Коротича. Незадолго до смерти Багряный проверял его предприятие и нашел нарушение. Мужчину задержали. Ее нету. Ты передала? Передала. Тогда почему от нее нету ни привета, ни ответа? А я знаю. Тонь. Что? Как ты думаешь, ей такие сережки понравятся? Не знаю. Странная она. Может, понравится? Передашь? Вот я тебя, Карась, не понимаю. Столько же девушек хороших. В нашем подъезде, вон сколько. А ты в эту втюрился. Ты о чем? Ну, так сразу и не расскажешь. Может, зайдешь? Ну что, будем говорить? Да хватит упираться. Давай, рассказывай. Я повторяю, я не выхожу из артели. Я не выхожу из артели. А вам это и не нужно. У тебя шавок хватает. Каких шавок? Да ладно. Ты поставил своего пацана, чтобы за Багряным следил. Ты подослал бандюгана, чтобы ему по ребрам прошелся. Ну же. Из-за чего? Багряный нашел у вас на складе ворованные ткани? А что смешного? Володя никогда, никогда не отдал бы меня под суд. А вот интересно. С чего такая уверенность? Я знаю его тайну. Одну тайну. Какую? Когда-то Володя решил открыть родительский сейф. И все бы ничего, но старики внезапно вернулись. Ой, я все никак не успокоюсь. Это эгоистично с моей стороны. Такие хлопоты. Что вы, никаких хлопот. Вы клиент. Ради вас можно и вернуться. Благодарю вас. Что? Ах ты гад. Вот так он и положил родню. История, конечно, увлекательная. Вот только... Что? Вот только грабителей было двое. А второй кто? Вы? И кто теперь узнает? А мы сейчас и узнаем. Вот отпечатки пальцев убийцы. Он их оставил на перевой ручки. Сейчас наш спец сравнит их с твоими. И все станет ясно. Пальчики на орудие убийства не коротичи. Но ведь его не отпустили. Справедливо замечена у него целая банда подручных. Кто-то мог из них? Отпустили. Отпустили. Тем более, что на десятый день сыщики вплотную приблизились к убийце. Как? Как в ломбард на улицу Ратманского принесли любопытную вещицу. Вот. Сережки с бриллиантами. Такие же ранее были украдены из квартиры академика. Вместе с ручкой с Ирисой? Угу. И кто сдал? Некая Антонина Галич. Галич? Вы не ищите, она раньше не всплывала. Антонина, вы не одна? А с кем? С кавалером. Карасик, а подойди. Да, что там, Тонь? Только без глупостей. Здрасте. Здрасте. Квартиру академика ты брал? Я? Ну, что? Твоя невеста принесла в ломбард вчера вот эти серьги. Ну, ты и дура, Тоня. А ты что хотел? Под статью меня подвести? Тише, тише, Тоня. Сейчас разберемся. Значит, вспомнил квартиру академика. Может, тогда расскажешь, как Багрянова убивал? Кого? Сотрудника ОБХСС. У него в горле ручка торчала золотыми ирисами, тоже из квартиры академика. Да, была такая ручка, только она у меня и дня не пролежала. Правда. Подарил я ее. О, как. И кому же это? Багряном. В шею. Смешно. Милки. Фотограф из газеты. Здравствуйте. Где ваш фотокорреспондент, Мила? Где у нас Химич? Так я это, на Евбазу ее отвез. Картели красная швея. Куда, куда? Красная швея. Там же Коротич председателем. Точно. Ваня, дуй туда. Спасибо. Ты, ты кто такая? Не припомню. Если я тебя чем-то обидел, ты прости, я юность по-скотски прожил. Я мох. Я, я изменился. Пистолет. Положи пистолет на пол. Дядя! 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 Дряя. Он брат мамки моей. Ах ты ж. На выход. Не пойму. Молодая, красивая. Почему? Как все это произошло? Зачем вам это? Хотите понять? Я без родителей росла. Меня, считай, с улицы подобрали. Ткачуки. Непманы? Да. Их так называли. Богатству завидовали. А для меня они мама и папа. Я у них отогрелась. Не кожей, душой. Я вас понимаю, мила. Дальше. Как-то раз мы с ними поехали в зоопарк. Там встретили причудливую такую клиентку. Она замуж собиралась и все на платье жаловалась. Папа решил ради нее вернуться. Ну, а там... Ой, я все никак не успокоюсь. Это эгоистично с моей стороны. Такие хлопоты. Что вы, никаких хлопот. Вы клиент. Ради вас можно и вернуться. Благодарю вас. Что? Ах ты гад. Вы там были? Да. Я на улице многое видела, поверьте. Но, когда ты обретаешь родителей, меня же до них никто не обнимал. Почему Багрянова убили? Зачем на Коротича покушались? Да, потому что это они. Багряный их убил, а Коротич все это время на шухере стоял. Ты что? Это ты их положил? Ты где был? Я там... Ты почему не предупредил? Ты почему не остановил, мразь? Я за тебя родителей убил! Когда они ушли, я слиняла. Как стали, Людмила Ахимич? Раздобыла документы одной курицы из архива. А с началом войны устроилась на кинохронику. Там были командировки и на фронт, и в глубокий тыл. А после войны? Я вернулась сюда, в родной город, в газету устроилась. Багрянова как нашли? Да я его не искала, он сам пришел. В редакцию. Делаем сейчас снимок, это быстро. Мила, подойдешь? Знакомьтесь, вот наш герой. Здравствуйте. Багряный Владимир. Киевлянин? Герой. Делаем с ним рубрику, надо щелкнуть. Рада встрече. Мила Химич. Присаживайтесь. Я его узнала почти сразу. Но не черты, а как-то на животном уровне, что ли. Это как? Ну, представьте, человек, который является вам в кошмарах, вдруг перед вами. Только у него вся грудь в медалях. А Багряный узнал вас? Нет, конечно. Ну, потом уже, когда я к нему пришла. Проходите, пожалуйста. А я вас узнал. Вы из редакции. Мила Химич, да? Не совсем. Ткачук. Сестра твоя. Не родная, правда? Как? Ты? Откуда? В глаза тебе пришла посмотреть. И сказать, я все знаю, что ты сделал. Ты о чем? О том, как ты убил родителей. Это, это же не я. Это, это Коротич. Он работает на красной швее, на Евбазе. Конечно. Медаль за отвагу, а перед женщиной струсил. Давай, герой, сам людям расскажешь или мне. Ты не поймешь. Я ведь не хотел их убивать. Я хотел гордиться родителями, а не стыдиться их. Я хотел забрать их золото и государству отдать. Заткнись! Я не виноват, что они раньше пришли! Я не виноват! Не виноват! Вряд ли государство тебе это зачтет. Я не виноват. Я не виноват. Я не виноват! Я не виноват! Я не виноват! Ну, чего вы молчите? Почему не говорите? Могла прийти в милицию, все рассказать. Могла не убивать. А браться я и не хотела. А Коротича? Целенаправленно пришла наказать. Так себе и запишите. Людмилу Химовичу приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Столько же получил и артельщик Коротич. За участие в налете? Нет, это доказать не смогли. Но он получил свое за махинации с тканью. В тюрьме скончался. А Людмила, какова ее жба? Отсидела срок полностью. В Киев она не вернулась. Жила в Новосибирске, вышла замуж. Устроилась работать в заводскую многотиражку фотографом. Так и проработала до пенсии. Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Лесопарк Саржин-Яр. Время прибытия 9.27. Снимаем. Может, перенесем? Совсем плохо. Конечно, плохо. Знаешь, что скоро в тюрьму. Да? Не тошни, следак. К тому же друзей закладывает. А друзья там такие, что хуже врагов. Ну, ничего, ничего, Игорь Богданович. Скоро все это закончится. Долго раскручивали? 11 месяцев. Я его биографию полностью изучил. Знаю, как учился, с кем дружил. Когда бриться начал. Напью сегодня точно. Ты это сотри потом. Да как я это сотру? Ну и ладно. Гуляй, банкуй, следак. Может, премию дадут за такое дело. И девки, наконец, полюбят. Ладно, тормози. Приехали. Наручники. Воздух. Перед смертью не надышишься. Снимай все. Да снимаю. Продолжаем следственный эксперимент. Показывайте с пастой, где зарыли ценности, украденные уродины. Давайте, давайте. Я ж тебе уже все рассказывал. Рассказывал одно, вы показываете. Да подожди ты. Я три года не был. Дай хоть сориентироваться. Вот, кажется. Кто стрелял? Откуда? Живой. Живой еще. В больницу надо. Ёкарный бабай. Откуда стреляли? Оттуда. Уходи, стрелок. Спаский, дыши. Дыши, не умирай, гад. Скажи хоть мне деньги, Спаский. Ушел, гад. Вот Игорь Спаский, начальник цеха одного из харьковских заводов. По самым скромным подсчетам, левым способом заработал 1300. Ого. Да, провел 11 месяцев в СИЗО, и до этого дня особых успехов у следствия не было. И что же произошло? Ну, накануне согласился работать со следствием и указать, где спрятал добро. Так. Это список того, что было в тайнике? Да. Спаский своей рукой написал подробно, еще обещал раскрыть имена подельников. И кому-то это не понравилось. О, да. Легко могут утащить за собой, так сказать, приличных людей. Но цеховики, как известно, не работали без крыши. Тотальный дефицит создавал возможности для колоссальных левых заработков. Так называемые цеховики делали деньги на всем. Пуговицы, галоши, джинсы. Главное, чтобы был доступ к производственным мощностям. Один из самых известных дельцов Борис Ройфман. В конце 50-х он купил должность заведующего мастерскими психоневрологического диспансера. На этой базе Ройфман мошенническим путем заработал деньги, которые в Советском Союзе физически нельзя было потратить. Самым надежным вложением оставались золото и бриллианты. Поэтому в тайниках арестованных цеховиков находили килограммы драгоценностей. Кстати, тайник нашли? Нет. Спаски не успел показать. А это что за яма? Может, уже вырыли его? Так, это что угодно могло быть. Может, может, хомяка кто хотел похоронить? Тебя бы похоронить тут. А я что? Пичил сказал сюда приехать. Хорош, следователь. Приешь человека, а тут как в тире. Стреляй, не хочу. А я говорил. Так все. Хватит. Не оправдывайся. Ты лучше расскажи, кто знал о времени и месте проведения следственного эксперимента. Стандартный набор людей. Но утечка не от нас могла пойти. Спаски мог проговориться. Яму все равно нужно осмотреть. Может, какие-то микрочастицы есть. Где криминалист? Изучает место, откуда стреляли. Ну, значит, и мы пойдем изучать. А когда цеховик извел желание показать тайник? Вчера, кажется. Но лучше упичула спросить. Он допрашивал. Спаски! Спаски, скажи! Скажи, где тайник! Говори! Говори, сволочь! Говори, не молчи! Так, я не понял, что здесь происходит? Кто вы такой? Я из прокуратуры. А я за в отделении. В операционную срочно. Говори, Спаски! Здорово, Игорь Ильич! А, приветствую! Ну что, находки есть? Да вот, красивая ниточка. Темно-зеленая. Может быть, и стрелок зацепился курткой, когда линял. А по тем деревам мотоцикл лежал. Масло потекло. Что-то еще есть? Гильзу нашли. Покажите, Игорь Ильич. Сейчас. Вот. Срочно надо баллистику. Пусть установят и еще востреляют. Только это прям срочно. Да понятно, дело не шутка. Бедный пичал. Теперь затаскают, не отпустят. Сожрут прищаву. Ну что, как он? У меня к Тиму буквально пара вопросов. Точнее, один. Разве что на том свете. Помер он. Рана серьезная. Вот черт. Так, ну, с чего начнем? Ну, как я понимаю, следственный эксперимент решили проводить накануне вечером. Угу, именно. Ну, значит, надо искать, с кем цеховик Спаски контактировал последние сутки. Откуда пошла утечка? Вот, пожалуйста, три часа его допрашивал следовать прокуратурой Пичу. Ну, это понятно. А другие контакты? Сокамерники, посетители? Другие. В 10.00 в СИЗО его навещала жена, и все. И сокамерников у него не так много. А, точнее, один. Вот как? Ну, с цеховиком этим носились. Оберегали. Оберегали, да не уберегли. Да. Коротков? Я. Следователь прокуратуры Чугай. Мы поговорим? Ваш цеховик. Камерник. Спаский? Да. Как он вел себя последние сутки? Дерганный был. А конкретней? Ну, точнее, с утра вроде нормальный, а после встречи с женой совсем психованный стал. Можно точнее? Что именно он говорил после свидания с женой? Ну, дружка своего вспоминал какого-то. Твари. Натуральная тварь. Может, сядете? А? Нет. Как знаете. Ну, Амбросимов. Какой же сукиц? Как? Амбросимов? Вроде да. А с кем-то еще он общался вчера? Да нет. Со следователем только. Вот я знаю. Можно не мешать? Вам звонили, просили передать. Кто? Что передать? Можно вас? Просили передать. Нет, ложки спаски и помер. КОНЕЦ Да иду я, иду Пичу, вы Можно войти? Как же вы меня достали Что еще вам рассказать? Надежда Анатольевна Я ничего спрашивать не буду Что тогда? Мужа вашего убили Как убили? Так он же у вас в СИЗО Во время Следственного эксперимента А знаете что? Давайте выпьем Вы вчера отводили Спаскова на свидание с женой? Да В журнале записано, что свидание длилось 10 минут Почему так мало? Ну они сели Стали общаться Я краем глаза вижу Что-то выясняют Что именно? Я не слышал А потом что? Спаски заорал Все, уводите ее Свидание окончено Сука ее назвал Хорошо, свободен Вот, а с другой стороны Конец смущения Обысков больше не будет Заживете Чистого листа, как говорится Ох и набрались вы, товарищ Пичу В рабочее это время Нехорошо А может меня уже и уволили За то, что мужа вашего На убой вывез Дочка пришла Варя Варечка Привет, мам У нас такое случилось? Что произошло? Варя Папу убили Папу? Ты про Спаскова? Да какой мне папа? Что ты такое говоришь? Правду Здрасте Здрасте И что вот Прям никакой ей жалостей Не подумайте Она ему просто не родная Да знаю я Надежда Анатольевна Я все знаю Я даже знаю Что Спаский У вас третий Муж А первые два Как-то очень быстро Покинули этот мир Причем тут это? Первый был дальнобойщиком ЧП Второй на мотоцикле Разбился Я вас не обвиняю Я просто Констант Константирую факт Это же не выстреляли А винтовки у вас нет Это я точно знаю По поводу винтовки На следующее утро Были готовы Результаты Баллистической Экспертизы Найдите там У вас Результаты Так Гильза под американский патрон 22 Лонг Райфл И целый список винтовок Из которых Им могли выстрелить Артем Вы зря расстраиваетесь Нужную винтовку Нашли сразу же Как? Ну помог следователь Который Одиннадцать месяцев Занимался этим делом Расследованием махинаций Как? Ну помните Сокамерник Убитого Он вспоминал Какого-то дружка Помните? Амбросимов Амбросимов Кажется, да? Амбросимов Точнее Амбросимов Дмитрий Иванович Найдите в деле Его фотографию Видный Райкомовский деятель Друг убитого А еще Он активный участник Областного общества Охотников и рыболов И отменной стрелы Во время следственного Эксперимента В Харькове Произошло убийство Цеховика Игоря Спаскова В лесу Он должен был Указать место Куда спрятал Деньги и ценности Полученные Незаконным путем В него стрелял Снайпер Убийца скрылся Стрелок Использовал Американские патроны Сыщики Предположили Спаскова Устранили Его подельники Которых тот Мог выдать В ходе расследования Но как они узнали Время проведения Следственного эксперимента Под подозрение Попадает друг убитого Райкомовский работник Дмитрий Абросимов Ну зачем ему Убивать Спаскова? Да чтобы за собой Не утащил В Кутузку А Бросимов этот Помогал ему Левую продукцию сбывать Откуда знаешь? Да у него Контактов в торговле По всему союзу Во! Выше крыши Это догадки Пищу Это просто догадки Я думаю Спаски Был готов Сдать Абросимова Ну слушай Он 11 месяцев В СИЗО Он понял Все Не отмажут Вот и решил Сливать всех Я сомневаюсь Ну сам подумай Пятница Райкоми С винтовкой Ладно Возьми телефон И узнай Был Абросимов На работе Или нет Сегодня суббота Там всегда кто-то есть Вот Вот Звони Граждане понятые Вы находитесь в доме Абросимова Дмитрия Ивановича Сейчас здесь будет Происходить осмотр По ходу дела Вы можете вносить Свои заявления Замечания В конце подписываем Протокол Ясно? Приступим Это какой-то произвол Вы доиграетесь Доиграетесь Я позвоню Куда надо Всегда хотел узнать А куда надо Это куда? Узнаете Женские вещи Чи? Дмитрий Иванович Вы один живете? Это при чем? Такой протокол Надо понимать У вас целая стопка Женских вещей Так что? Да никто не живет Я с женой в разводе А сыновья уже взрослые А вещи чьи? Так какое вам дело? Ладно Павел Иванович Ау Смотрите что я нашел Ваше? Да Оно все зарегистрировано Другое оружие Тут? В доме? Или где-то еще есть? Нет Это все И вообще не понимаешь Что вам нужно от меня? Вчера в 9.30 Убили вашего приятеля Спасского Я знаю Где вы были в это время? Где? Тут Я на больничном вообще Болею И чем лечитесь? Чем-чем? Просто лежу и Пью чай целый день Понятно Кто может подтвердить? Никто Зачем мне кого-то заражать? Я Сижу тут и Ни на кого не дышу Скажите А вы на охоте Давно были? Месяц назад Сезон как закрыли Больше не стрелял Хорошо Ваше оружие Мы изымаем на экспертизу И вас тоже Что? Что такое смы Вы? Слышали? Поняты? Подпишите На вашем теле Если вы стреляли Должны остаться Следы пороха Даже если вы принимали душ Пора хорошо въедается Бред Это какой-то бред Вы чем-то возмущены Дмитрий Иванович? Да ничем Давайте уже Доделывайте Да отпускайте меня Быстрее Все равно у вас Нет ничего на меня А вот это вы зря Вот результаты Баллистической экспертизы Видите гильзу? Она из патрона Которым убили Вашего приятеля Ну и что? А то Что этим патроном Стреляли из винтовки ТОС-17 Одно из тех винтовок Которую мы нашли у вас Как? Как? Как такое вообще может быть? Я говорил вам Я не стрелял месяц Ну что вы смотрите? Скажите ему! Я пока ничего сказать не могу Дайте время Меня кто-то подставляет Потому что В 9.30 я точно Ни в кого стрелять не мог Я Я был у женщин Фу, как А говорили, что Никого заражать не хотели У какой? У Нади Жены Спаскова Можете у нее спросить Ну и поворот Да уж А жена Спаскова Что она за человек? Надежда Надежда Спаская Красавица Лечко, фигура Вела танцевальный кружок Во дворце пионеров Ну и как я вижу Гораздо моложе Спаскова Ну да В 12 лет разницы Поженились сравнительно Недавно За 4 года До ареста цеховика Спаский ее очень опекал Покровительствовал Кружку Которую она вела Удочерил Варю Дочь от первого брака Но судя по всему Надежда нашла Нового покровителя Слушаю вас Добрый день Да не надо мне удостоверения Я вашего брата За километр узнаю Прокуратура? Да Заходите Для начала Примите мои соболезнования Спасибо Проходите Присаживайтесь Ну Слушаю Надежда Вспомните пожалуйста Пятница 9.30 утра Ну Приятель вашего мужа Дмитрий Абросимов Был тут? Был Рассказала соседка Таки Зараза Теперь и вы Рассказывайте Дима вышел На площадку покурить Опять Кобелина Чего ты сюда таскаешься? У нее же муж есть Ребенок Совесть у тебя есть? Что происходит? Надя Иди Я сама разберусь Теть Маш Что случилось? При живом Там уже Какой пример Показываешь детям? Вон у тебя Я взрослая женщина Я сама разберусь Разберется она Бредница Соседка из какой квартиры? Напротив Хорошо Я с ней поговорю Послушайте Я 11 месяцев без мужа А Бросимов сделал мне предложение И я его приняла Вот как А Спаский об этом знал? Узнал В четверг на свидании Поэтому он на вас и взъелся? Да Скажите А Спаский говорил вам Что-то о намерении Рассказать Где тайник? Или о том Что хочет сдать своих подельников? Нет Он толком и не поговорил Как только ему сказала Про нас с Абросимов Психанулся Буду с вами откровенным и надежным Я вам не верю После вашей встречи с мужем Он в тот же день заявил Что готов показать где тайник И сотрудничать со следствием А утром его убивают При этом орудия убийства Находят у вашего любовника Поднимите Алло А это вас Меня? Интересно Да Слушаю Павел Иванович Это Варченко Смывы готовы И? Следов пороха на Абросимове нет Это не он стрелял Ну как это может быть? Ну сам понимаешь как Кто-то подставляет Абросимову Интересно Кто же? Тот кто хорошо стреляет Ездит на мотоцикле И носит темно-зеленую куртку Понял Игорь Ильич Спасибо Что-то случилось? Это волокна ткани Которые нашли на ветке В лесопарке Да помню Там где лежал убийца А в квартире Спасских Висела куртка Волокна которой Идентичны с теми Что нашли на месте преступления Неужели? Да Ну так ведь Любовник Надежды не стрелял Есть результаты экспертизы Может это просто совпадение Выбор курток В Советском Союзе Был невелик А это не советская вещь Спасские жили очень кучеряво Могли себе позволить Импортные Речь идет о модные В те годы Очень модные Куртки Парке Парка Нейлоновая куртка на меху С оранжевой подкладкой И капюшоном Ее прототипом Стала традиционная Одежда эскимосов Сначала парки Полюбили футбольные Болельщики Рыбаки И шахтеры Позже куртки Стали популярными Среди богемы Причем как мужчин Так и женщин Парки Обожали певица Шер и режиссер Стэнли Кубрик В конце 70-х Эти куртки Стали появляться В СССР В Союзе Их прозвали Алясками Купить их могли Далеко не все Ведь за оригинальную Американскую парку Требовалось выложить Около 200 рублей Совсем немного дешевле Стоили ее ГДРовские И финские Аналоги Сколько это может Продолжаться Год Целый год Я терплю эти обыски Вроде свезде В моих трусах Лифчиках Ну за что За что За что За то что Жили импосредством И не задавали мужу Вопросов Откуда такие деньжища Так что вы себя то Не обманывайте И нас за дурков Не держите Да вы же сто раз Здесь все обыскивали Вон товарищ Пичу Сюда как к себе Домой ходил Что вы ищете Золото мы ищем Да какое золото Из Саняка На который Ваш уже покойный муж Хотел указать следователю Да нет здесь ничего Хорошо А почему вы так Волнуетесь Есть Павел Иванович Что там Золотые черванцы Граммы так Двести Откуда знаете Это то что было в тайнике Спаский записал своей рукой Помимо всего Двадцать Три золотых червонца А это плюс-минус Двести грамм Ну так что Надежда Признаваться будем В чем В причастности К убийству Вашего мужа Ну как Я в девять тридцать была здесь Соседка видела Личное присутствие Личное присутствие Не обязательно Вы могли кому-то Передать информацию О времени И месте эксперимента А ваш любовничек Снабдил оружием Ну бред Бред же Курточка ваша Наша Дочкина Так она же Больше на мужскую похожа Сокол Иди к соседке И узнай Кого она видела В девять тридцать И вот что рассказала Соседка Она действительно В пятницу В девять тридцать утра Видела в подъезде Надежду Спаску Ее любовнику Так что это исключает Их личное Участие в убийстве А нанять киллера могли? Ну что вы Артем В то время Даже такого понятия Не было киллер И потом Ну как объяснить Что улики против любовников Буквально Разбросаны По их квартирам Вопрос Так Винтовка Золото Куртка Куртка Которая принадлежит дочери Дочери А сколько лет дочери? 17 лет Да? Да 17 лет Марвара Спасская Варя Учится на физовоспе Спасменка Значит А какой вид спорта? Лыжи Так мать думала А на самом деле? Бетлом Варя Варя Спаская Я что с тобой бегать должен? Ну привет Варя Звездочка наша Катается прекрасно Быстрая Умная Техничная Решил ей винтовку доверить И что? Талант у нее Дар Стреляет Супер Ну вот Биатлонистки определили Поедет на соревнования Норвегия Ну это если ее пустят Все же очень под следствием Да Скажите А в эту пятницу В 9.30 Где могла быть Варя? Ну как где? Здесь на базе С соревнованием готовимся Кто может подтвердить? Я могу подтвердить Кросс бегла С девчонками Все время под контролем Иставляем ноги Клуши Шевелимся Шевелимся Раз Два Раз Два Все внимание На Спасскую Не бежит А порхает Давайте Давайте Значит Все время на глазах было Ну да Все 15 километров Вот запись в журнале есть Старт в 9 Финиш 10-17 Да пройдемте Сами сросите Ага Симоненко Где Спасская? Не знаю Я не пришла Нехорошо Опаздывать Пройдемте На входе подождем Да в общем Ну потерпи Ты что потерпеть не можешь? Не могу Завтра Ирка уезжает Комната освободиться Да уж три дня терплю Уже уши пухнуты И не только уши Дурак Так Я не понял Это кто здесь Гормонные по стенке брызет А? Так мы ничего не делаем Молчи Потом с тобой поговорим По кому там? Варик тебе следует С прокуратуры Здравствуйте Следователь Павел Чугай Хотел выяснить Чем вы в пятницу занимались Тренер сказал Что вы кросс бегали Ну да Мы с девчонками И 15 километров Там пробежали Ага Ага Патчерицей Спасского Ну кто это? Ну кто это? Тот кто имел доступ В квартиру Надежды Спаской Кто знал Что ее любовник Охотник И вообще Тот кто досконально изучил Эту странную семью Ну какие варианты? Ну вариантов не так много Этот человек фигурировал уже в деле Фигурирую Печел Артем Какой вы сообразительный Надежда Подумайте Кто вас подставляет? Не знаю Я не знаю Этот кто-то Очень близок к вам Хорошо знает семью Ходит в гости У меня уже давно в гости Никто не ходит После того как мы уже закрыли Приятеля и поубавилось И все же Вспомните Кто приходил Особенно после убийства Мой главный гость Следователь Печел Этот часто ходил Очень часто Что? Я думаю это Печел А я говорю Думайте о реальных врагах А я вам говорю Печел это Золото спрятал он Так как? В пятницу Когда мужа убили Он пришел В смысле? Он был у вас сразу После убийства? Да Пришел с бутылкой Говорит Давайте выпьем Помянем А вы оставляли его Одного в комнате? То-то и дело Что да Оставляла Какой набрались вы Товарищ Печел В рабочее Это время Нехорошо А может А может меня Узай уволили За то что мужа Вашего На убой вывез Дочка пришла Варя Варечка Ну честно говоря Для меня это сюрприз Я все равно Не могу Понять как Ну допустим Это Печел Но откуда У него ключи От дачи Вашего любовника Винтовку Именно там Мы нашли Ну я не знаю Алло Здорово Есть задание? Во время Следственного Эксперимента В Харькове Произошло Убийство Цеховика Игоря Спаскова В лесу Он должен был Указать место Куда спрятал Деньги и ценности Полученные Незаконным путем В него стрелял Снайпер Убийца скрылся В квартире семьи Спаскова И у любовника Его жены Находят улики Указывающие на то Что они причастны К смерти цеховика Но в ходе следствия Стало понятно Кто-то подставляет Близкое окружение Убитого Под подозрение Попадает следователь Валентин Пичул Который вел дело Спаскова Варька А ты знаешь Я давно на тебя Глаз положил Ну ты и бабник Барков Варя Валик А ну-ка Отошел от нее Ты еще кто? А ну валяй отсюда Кто я? Валик Валик Подожди Ты все не так понял Он всего лишь помогает нам С нашим планом Ну иди Мальчики прекратите Пожалуйста Не деритесь Пожалуйста Спаска Ты кого сюда привела А? Валик Прекрати Пожалуйста Успокойтесь Успокойтесь Здорово Пичул Добрый день Добрый день Проходим Давай, давай, давай Вперед Аккуратней Можно Нельзя О Ромео Здрасте Это кто? Павел Иванович Это Стой Я тебя видел Вы позавчера днем С Варькой Спаской терлись Не только днем Но и вечером И знаете Кому это не понравилось? Кому? Следователю Пиччеву Была драка О, как? Как следователю? Я же не знал Я не знал, что он из прокуратуры Я думал, какой-то Лопух Варькин Вообще Это правда Пичул не представился Просто ввязался В драку Да, вот именно А почему он с вами решил драться? Я думал, Варька с ним грудит А с вами нет? Нет У нее должок передо мной Какой должок? Да она кросс не бежала в пятницу Сказала Даст, если бать не расскажу Бать Тренер Барков твой отец? Ага Подожди Так он же сказал Что контролировал каждый шаг Во время кросса Так и есть Но со спины Он-то думал, что кросс Варька бежит А на деле ее соседка Лыжница Я как раз на финише стоял С секундомером Ну и отошел По маленькому Тут смотрю, Симоненко В Варькиной куртке и шапке Вместо нее бежит Ну что, тебя никто не заметил? Да нет, вроде бы Секундочку Здорово Скажи, а следователь Пичево появился? Ага, недавно появился Хорошо, спасибо Продолжай Ну так вот Я Аквария, мол Все видел, все знаю Она говорит Молчи Долгу не останутся Пару дней прошло Она динамила И вот вчера наконец сдалась А тут ваш этот Следак прыщавый нарисовался Угу Значит так, Саш Эту биатлонистку Сурочно сюда Только осторожно А я к Пичево прогуляюсь А я? А ты посидишь тут Пока мы все выясним Пишула Дурака Помогите Помогите Кто-нибудь Дурак, а Следователя Пичево Тут же отправили В реанимацию Спасли Ну тогда восстановить картину Мы можем только Со слов биатлонистки Да Да Не самый надежный источник Да Не самый Поэтому девушки Не спешили говорить Что Пичево покончил с собой Сказали Сознался Дает показания Умно Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Закончили упражнение Руки вверх Вдох Выдох Вдох Выдох Все Молодцы Свободны Три часа сбор Варечка По твоим документам Все в порядке Там разобрались Что Спаский твой отчим Так что едем Здорово Осталось достойно выступить Варя Вы задержаны Это что такое? За что? По подозрению в убийстве Вашего отчима Игоря Спаского Рекомендую вам не дурить Проедемте со мной Варя, что случилось? Ничего страшного Разберутся Позже разобрались Пичу дают показания Пройдемте Ну что рты проскрывали? Идем Все Свободны Ну рассказывайте, Варя Как вы все это закрутили? Вы зря молчите Раньше у вас хоть алиби было Но теперь мы знаем Что кроссовы Не бежали Говорите Зачем отчима убили? Я его тайник забрала Вот как Да Я единственная Кто знал о тайнике Спаский прятал туда золото Когда мне 14 лет было Вы куда? Я недолго Ты не выходи Поняла? Поняла Он думал Я не понимаю Что он там делает Вот который Рыба А когда его арестовали, вы решили вскрыть тайник? Не совсем. Когда узнала, что за Богор смогу поехать. Ясно. Решили не возвращаться на родину, да? А что мне тут на родине делать? Друзья после ареста Спаскова забыли. Мать себе нового мужика нашла. Вот и я решила. Ну, мотивы понятны. А что непонятно? Следователь Пинчу. Когда он стал вам помогать? Пару месяцев назад. Ну, почему? Влюбился. Забавный он. На допросах постоянно на грудь пялился. Так, секундочку. Я еще что-то хотел у вас спросить. А, вот. Валентин. Да. Валентин Иванович. Валик. Да что мы с вами все о работе и о работе. В смысле? Ну, я же вижу, что вы не только о своих махинациях можете. Да и я намного глубже, чем кажусь. Ну, а дальше Пича уже совсем был как шелковый. Все рассказывал. И когда Спаский решил в тайник показать, прибежал. Я одного не могу понять. Зачем нужно было убивать отчима? Неужели нельзя было обчистить этот тайник и все? Нет. А если бы не получилось в Норвегии остаться? А если бы Спаского освободили, он бы вышел. А я единственная, кто знаю о тайнике. Больше никто. Он бы меня убил. Уточнение. Пича узнал, что вы собираетесь стрелять Спаского? Знал. Но я ему соврала. Я сказала, что Спаский меня насиловал, и я хочу ему отомстить. Он что? Да. Почти каждый раз, пока мамы дома не было. Вот урод. Вот урод старый. Варя. Варенька. Не надо этого делать. Зачем? Ты что, не понимаешь? Я убить его хочу. Да понимаю я. Зачем грех на душу брать? Давай я. Давай я его убью. Валик. Валичек мой дорогой. Я не могу тобой рисковать, понимаешь? Ты мне очень дорог. Просто помоги мне. Поможешь? Ну а дальше небольшой фокус. Я попросила подружку, чтобы она подменила меня на кроссе. В 9 утра я стартанула. Вырвалась вперед. Скидывай ее. Стой, шапку. Раз, два, раз, два. Все внимание на Спаскую. Не бежит, а порхает. Давайте, давайте. А ваша соседка по комнате знала, куда вы едете? Нет. Я ей сказала, что у меня новый парень, и я еду его провожать. А сами в это время уехали убивать отчима. А, кстати, мотоцикл чей? Пичула. Его дядя. Воздух. Перед смертью не надышишься. Снимай все. Да снимаю. Продолжаем следственный эксперимент. Показывайте, Спаский, где зарыли ценности. Украденные уродины. Давайте, давайте. Я ж тебе уже все рассказывал. Рассказывал одно, вы показываете. Да подожди ты. Я три года не был. Дай хоть сориентироваться. Вот, кажется. Кто стрелял? Откуда? Живой. Он еще живой. В больницу надо. Уходит стрелок. Ушел, гад. Ушел, гад. Вы стреляли из оружия обросимого. Зачем? Я хотела его подставить. Отвратительный, мерзкий. Фу, ненавижу. Откуда у вас ключи от его дачи? Так он нам сам их дал. Не понял. Ну, когда Спаскова арестовали, у нас постоянно обыски были. Вот он и говорит. Переезжайте жить ко мне на дачу. Поживете спокойно. А потом и сам переехал туда. А со временем и мать к нему в спальню перебралась. Так что мне совсем его не жаль. А золотые червонцы вы подкинули или пичал? Пичал. Меня тренер мог не отпустить. А он специально для этого к матери пришел. Якобы Спаскова помянуть. Привет, мам. У нас такое случилось? Что произошло? Варь, папу убили. Папу? Ты про Спаскова? Да какой он мне папа? Что ты такое говоришь? Правду. Здрасте. Здрасте. И что, вот прям никакой ей жалости? Не подумайте, она ему просто не родная. Что-то еще сказать хотите? Хочу. Я не понимаю, на чем погорело. Мы поняли, что пичал с вами заодно. Проследили за ним, прям до лыжной базы. Вы видели, как он с этим придурком, озабоченным, подрался? Так мы поняли, что алиби у вас никакого нет. Жалко пичала. Он ведь всерьез влюбился. Надо будет извиниться перед ним. Не получится. В смысле? Он повесился. Так что на вас еще одна смерть, Варя. Лихо вы. Очень лихо. Скажите, если я расскажу, где тайник спрятан, мне дадут меньше? Да, Варя, не ожидал. О чем это вы? У тебя с фантазией вроде неплохо было. Что вы имеете в виду? В ста метрах отсюда. У отчима твоего тайник был. С фантазией все в порядке. Времени было мало. Я спешила. Ну, теперь у тебя времени будет достаточно. Уводите ее. Заканчивайте с этим, Игорь Ильич. Есть. Сейчас. И сколько было в тайнике? Все строго по списку. Три килограмма золотых украшений и 200 тысяч рублей. А что по приговору? Ну, Варе, как несовершеннолетней, дали 10 лет. И во время оглашения приговора мама следователя Пичула набросилась на девушку с ножом. Вот как? Да. С трудом оттащили. Ну, отделалась легким порезом. Да. А другие фигуранты? Варина мама вышла замуж, но незабросимого. Тот вскоре погорел на своих махинациях. Да, роковые женщины. Особый случай. Особый.